Сегодня я вам буду показывать свою идею, которую я хочу воплотить кашемир с кружевом. Сочетать кашемир с кружевом. Это очень интересная идея. Здесь два вида кружева. Вот такое вот кружево. Хочу вам показать прежде. Вот такое кружево и вот такое. Интересные два кружева. И что я придумала. Я хочу сочетать это кружево. Очень интересно, чтобы по краю борта. Сейчас я найду лицо. Где лицо, где изнанка. По краю борта, чтобы было фистоны. Вот так ложилось. В длину. По краю борта вот таким образом. И наверное сразу обрежу, чтобы оно было вот так. И смотрите внимательно, что я придумала. Дальше я выкладываю следующее кружево. Вот так накладываю. Здесь немножко есть как бы брак в кружеве. И много кружева идет вот с такими надрывами. И я хочу вот это вот кружево перекрыть этим кружевом. Смотрите, какая будет красота. Во-первых, этот кашемир не будет цепляться. Не надо будет его чистить с каждым разом. И это будет очень интересный дизайн. И также, почему я так показываю. Потому что мне нужно наметить здесь карман. Распределить все. Вот видите, вот этот край борта. И вот таким образом этот дизайн. Вот так будет выкладываться. Это кружево. Потрясающий вариант. Нет. Я долго думала, каким же материалом накрыть это кружево. И я решила, что это будет самый лучший вариант из того, что у меня есть в запасах. И смотрите, что я дальше делаю. Вот эту часть я выкладываю под это кружево. То есть у меня будет полностью кашемир перекрыт. По боковым швам у меня будет вот такое вот состояние. Сейчас я обрежу, чтобы... Сразу обрежу. Чтобы правильные были куски. Так. И посмотрите. Очень внимательно посмотрите. И прислушайтесь. Как я буду это делать? Я наметила на предыдущем уроке. Я показывала, где я намечала и как наметить карман. Вход в карман. Вот я вход в карман наметила. И мне нужно так распределить, чтобы эта линия входа в карман была под этим кружевом. Тогда я беру и намечаю, где у меня вход в карман будет. Вот так и вниз. Вот таким образом. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вот таким образом у меня будет вход в карман. Вход в карман. Делаю я 18. Но здесь будет, скорее всего, не листочка. Но я еще посмотрю. Или листочка она будет. Но обработка будет очень интересная. Я вам покажу для новичков, как быстро и легко сделать карман очень легким, простым способом. И так у меня будет перекрыт кашинер. То есть это будет шерстяная ткань потрясающего качества, но будет перекрыт вот таким вот кружевом. Я решила, что это будет неплохой вариант и будет прекраснейший дизайн. Это будет великолепное, великолепное пальто. И еще нужно наметить на кружеве, где у меня будет вход в карман. Потому что я буду стачивать, соединять кружево, это кружево с этим кружевом. То есть три кружева я соединю. И в этой области мне нужно наметить, чтобы я не соединила это кружево. То есть мне это расстояние нужно выделить для кармана. Очень важно. И вот так будет выглядеть полочка. На спинке я уже покажу дальнейшее. И мне хочется перекрыть этот кашинер, так как его нужно чистить. И темный цвет мне не очень хочется, чтобы черное пальто было. У меня есть одно черное пальто, правда оно короткое. Но там я тоже уже буду переделывать его, сочетать с кожей. Но этот вариант я решила, что будет просто великолепный. И это будет просто необычный вариант. Вот видите как. Здесь у меня будут крючки по краю борта. Есть такие декоративные крючки, есть большие крючки. Но в плане у меня не будет заходить пола на подборт на подборт. И у меня будет края борта встык. Их очень важно сразу определить, что будет. То, что у меня стойка, это будет здесь стойка. Здесь, когда я уже настрачу, я сначала буду стачивать это кружево. Затем я уже буду его настрачивать на полочку. А потом уже подкраивать, где мне необходимо. И конечно, у меня наверное... Ну, если... В общем, я не буду наперед загадывать. Я уже буду смотреть, как оно будет мне ложиться в модели. Как будет смотреться тот или иной вариант. Наметила я карман. Это очень важно, что я эти все метки поставила. Обязательно. И конечно, мне нужно соединить кружево. Я его в стороночку пока. И буду заниматься карманами. С кружевом я потом буду заниматься. Главное, я определила, как мне наметить вход в карман по кружеву. Обязательно. Очень важно, чтобы я потом не порола сразу предварительно решить эту задачу. И очень красиво смотрится. Я долго думала, с какой же тканью мне это сделать. Но я нашла в своих запасах это кружево. И мне... Если бы здесь, по-моему, 20 метров, в этом мотке у меня здесь меньше, и мне хватит этого два вида кружева. Так что кружево будет выглядеть вот так. Посмотрите, как оно будет выглядеть. То есть черного пальто у меня не будет. Оно будет у меня серым, но будет просвещаться черный оттеночек. Я очень довольна этой идеей. Так что я благодарна, что я с вами поделилась. Продолжение следует...